В преддверии празднования 80-х годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Чубаше открылся региональный центр подготовки волонтеров. Он стал седьмым в России. Сейчас в республике проживает более 3000 ветеранов, более 2000 тружеников тыла, порядка 900 вдов участников войны и более 40 тысяч детей войны. Важно дойти до каждого из них, обеспечить должным вниманием. 80-летие Победы мы встречаем с новыми историческими событиями. Отсюда важность мощной подготовки содержательного и разностороннего проведения мероприятий, посвященных этой дате, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Вся страна готовится к отпразднованию депутатов. И Чувашская республика давно у нас формирует организационный комитет, спланированы мероприятия, которые охватывают различные направления для того, чтобы охватить весь спектр событий, исторических событий, уделить внимание каждому, кто так или иначе причастен к этим интересным событиям. Ну и, конечно же, провести мероприятие таким образом, чтобы вдохновиться и еще раз благородиться мужеством и горелизмом наших предков. Центр подготовки волонтеров станет площадкой для обучения и объединения усилий всех волонтерских организаций, готовых внести вклад в сохранение памяти о героическом подвиге наших предков. Делается все необходимое, чтобы центр не только дал возможность провести все запланированные мероприятия, но и стал местом притяжения большого количества ребят. Более чем 80 лет назад наши прабабушки, прадедушки, дедушки и бабушки доказали всему миру, что вне зависимости от того, что происходило, они ценой порой иногда собственной, к сожалению, жизни, вносили свой вклад в победу. А сейчас наши ребята, сейчас наши бойцы, в том числе и на передовой, продолжают их дело. Ну а мы здесь, в тылу, на своих местах, будем делать все, чтобы отметить этот юбилей на самом высоком уровне. Также по случаю открытия центра были организованы тематические площадки. На одной из них был представлен мастер-класс по управлению беспилотным летательным аппаратом. Здесь представлен симулятор, на котором мы обучаем наших слушателей. Обучающиеся взлетают на беспилотники-разведчики, обнаруживают врага, а затем взлетают на ударном камикадзе и поражают противника. Все это помогает приблизить к реальным действиям, боевым действиям наших слушателей. На площадке центра войн продемонстрировали оборудование по оказанию первой медицинской помощи, а также учебные ФПВ-дроны. У нас имеется определенная тематика, которая нам спускается с Москвы. Мы по этой тематике проводим, естественно, занятия. В преддверии 80-летия у нас тоже самое включаются. Это военные подвиги России, которые дети должны знать. Это рассмотрение тех же подвигов, которые сейчас происходят на СВО. Рассмотрение героев. Сейчас очень много молодых людей, которые имеют государственные награды, имеют также звезду Героя Российской Федерации. Обсуждение этих мероприятий. Это как раз посвящается 80-летию Дня Победы у нас. Таким образом, никто не забыт и ничто не забыто. И солдаты, и офицеры, и труженики тыла внесли свой вклад в Великую Победу. И о каждой такой судьбе можно и нужно рассказать.